И всем привет, ребят, с Мистер Вайк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен открытию наших замечательных контейнеров. Сегодня настал тот самый день, когда я начинаю открытие всех контейнеров на своих мультах. Ведь вы знаете, что совсем скоро у нас произойдет изменение с ключами. И все наши контейнеры будут заскамлены в 10 раз. Соответственно, все контейнеры, которые я на протяжении супер длительного периода времени копил. И обычные контейнеры, и скин-контейнеры, и ультра-контейнеры. Все их нужно нам вместе с вами открыть. Я открыл уже все аккаунты, на которых есть безумное количество этих замечательных контейнеров. И сегодня мы из этого всего огромного количества откроем 10 скин-контейнеров. Дальше у нас будет определенная цель, которую мы должны будем преодолеть. Ну и дальше уже приступать к открытию других контейнеров в рамках наших видосов. Обо всем по порядку сейчас расскажу. Ну а вы не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, ведь лайки нам понадобятся. Чуть позже сейчас будет вся информация. Обязательно также подписывайтесь на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личные такты, тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Я открыл 6 целых аккаунтов, в сумме у нас вообще есть целых 12 скин-контов, но, как я уже сказал, откроем сегодня мы их только 10. Дальше у нас будет определенная цель. Каждый ваш лайк, это будет открытие одного обычного видеоролика уже в следующей серии открытия контейнеров на мультах. А каждый комментарий, это будет открытие одного ультраконтейнера. У вас есть возможность набрать безумную активность, набрать безумно большие цифры и открыть все эти замечательные контейнеры в ближайших как раз таки видеороликах. Возможно, это будет один видос, если у нас наберется столь огромная цифра. Возможно, это будет два видоса, возможно, это будет три видоса. Все зависит от того, насколько большие цифры мы сможем набрать. Но контейнеров, как вы видите, у нас довольно-таки большое количество и ультраконтов, и обычных контов, и скин-конты, которые мы сегодня как раз таки откроем. Я посчитал нужным начать это все дело именно со скин-контейнеров. Но на одном аккаунте, а именно на баночке 73-й, мы двоечку этих скин-контейнеров все-таки оставим, дабы у нас был какой-то дополнительный интерес на следующие как раз таки серии. Пусть скин-контейнер это будет как супер-бонус, если наберется, например, какая-нибудь сумма в виде 300 килоказавров. Хотя я думаю, что это нереально сделать. Если я вдруг окажусь неправ, то было бы очень и очень жестко. Поэтому поддержите видосы лайком, ну и пишите комментарии, у вас есть возможность даже пофлудить и заплюсовать как можно больше ультраконтов. Ну а мы приступаем к открытию скин-контейнеров, посмотрим, что нам выпадет. Честно, я все эти контейнеры копил на протяжении супер-длительного периода времени, но не собираюсь их не открывать перед обменом контейнеров на ключи. Потому что я записывал уже видос, возможно вы видели, о том, что у нас произойдет 10-кратный скам и всем сказал, что открывайте обязательно, ребяточки, контейнер. Потому что просто взять и заскамиться и получить в 10 раз меньше контов это абсолютно неграмотное решение, которое делать не нужно. Поэтому я не готов быть заскамленным и в ближайшее время мы все эти с вами замечательные контейнеры с вами откроем. Поэтому начнем со скин-контов и будем открывать, смотреть какой дробчик нам будет падать с этих замечательных скин-контейнеров. Все эти скин-конты были получены из танка фандов. Ну и первый скин Hunter Legacy. Я, если честно, хотел бы, чтобы мне упал на каком-нибудь мульте красивейший скин на, например, Скорпиончика того же, да, там, Крусейдера. Может быть, Теслочку, да, или Паладина. То есть на те вооружения, которые прям супер сочно выглядят. Но на первом аккаунте мне падает Хантера, Смоки, Легаси. Мы, в принципе, можем даже... Хотя, наверное, не будем уже одевать. Ну, ладно, на одном аккаунте одену. Дальше я уже не буду открывать, потому что я тут смотрю, что тут уже подсказки всякие срабатывают. Но вот такая вот замечательная Хантера, Смоки, Легаси нам вместе с вами дропается. В принципе, выглядит довольно-таки аппетитненько, сочненько. Ну, как будто в старые добрые. Только сейчас это уже дополнительные скины. Так, следующий аккаунт, Челик. Смотрим, что на нем у нас дропает. Смотрим на скиночки. Гром Легаси дропает нам здесь. И корпус. Может быть, сразу Аресика? Фризексти. Тоже неплохо, тоже неплохо. Вот такие вот два замечательных скиносика. Чиппердейл. Это аккаунт, который у нас был посвящен пушке Шафт. Да, и Шафт у нас здесь есть. Харек у нас тут тоже есть. Быть может, сейчас какой-нибудь скинчик упадет на какой-нибудь корпус интересный. Например, на Арес было бы очень неплохо. Но падает Изи Дэксти, которая на этом аккаунте абсолютно не нужна. И второй скин. Фризексти. Блин, ну падают пушки, которые мне не нужны на таком аккаунте. Мне здесь было бы очень неплохо, если бы упал какой-нибудь, вот как я уже сказал, Аресик. Либо может быть какой-нибудь еще паладин, либо еще что-то такое. Именно из корпусов. Потому что здесь у меня исключительно прокачан Шафт. И акцент сделан именно на эту пушку. Поэтому тут единственное, что могло бы быть, это какой-нибудь более интересный корпус. Итого, шесть скин-картейнеров мы уже вместе с вами открыли. Теперь у нас на очереди третий мой штаб-сержант. Это Кемпашечка. Даем контактика на нем. И падает у нас Ажига Экстишная. И падает у нас Диктатор Легаси. Вот так вот Дикажига сюда на контактик дает. Ну и ластовый аккаунтик с скин-контейнерами. Если я не ошибаюсь. Да, ластовый. Десятка. Девятый и десятый скин-контейнер на аккаунте Тимпе Армии. Это тоже тот аккаунт, который у нас создавался с нашим каналом. С определенной даже рубрикой. На котором тоже на подполковнике есть очень крутые вооружения. В принципе, вообще много есть у меня таких интересных легендарных аккаунтов. С супер вооружениями. Но все они пока что лежат и пылятся. Быть может, после открытия этих замечательных всех контейнеров. Мы что-нибудь да возобновим. Если есть как раз таки интерес, то можете по этому поводу тоже в комментариях написать, что вы думаете. Может быть, какой-нибудь аккаунтик вы бы хотели бы, чтобы я возродил. И начал на нем тоже записывать дополнительные видеоролики. Так, ну и открываем. Здесь было бы очень неплохо выбить тоже на какой-нибудь корпус устройства, говорю, скины Hunter Ultra. Ну, не сказать, что это, конечно, контент, который я бы хотел увидеть. И второй. Grom GT. Ну, по сути, наверное, мне из 10 скин контейнеров не упало ни одного скина, который я бы прям мега-мега-мега сильно жестко хотел. Да, по сути, мне упали все скины, которые являются не такими метовыми и не такими жесткими. Да, то есть вы видите, сколько у меня вот, например, на Фельдмаршале есть скинов. Да, тут просто тьма тьмущая. Сколько тут? 4, 10, 20, 30, 40, ну, грубо, 50. Где-то 50 есть всяких разных скинов. Да, то есть столько скинов на сегодняшний день есть в нашей игре. И то их даже больше, потому что это старые скин контейнеры. После этого еще добавлялись сюда дополнительные скины. Да, поэтому скинов крайне много. Ну и выбить те скины, которые супер-контентовые, которые я бы хотел бы видеть. На сегодняшний день не так просто. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Открыли ли вы свои замечательные контейнеры. Обязательно поддержите видос лайком, чтобы мы открыли как можно больше контов. Ну и не забывайте писать комментарии. Ведь каждый комментарий это плюс один открытый ультра-контейнер. Если это зайдет, как я уже сказал, то постараюсь несколько раз в неделю как раз таки записывать подобного рода открытия. И как можно быстрее взбодрить все свои контейнеры. А также приплюсовать безумно большое количество дополнительных кристаллов. Если уж на этих замечательных трех штаб-сержантах эти кристаллы не так важны. Но на вот таких аккаунтах, как Чупердейл, как Тимпэ Арми, как Баночка 73, здесь кристаллы могут пойти на очень-очень грамотные и качественные прокачки аккаунта. Хотя на штаб-сержантах можно по сути тоже, например, зафулить броненосца. И сделать аккаунт с фуловыми броненосцами на мальках. Это было бы, наверное, тоже очень контентово и жестко. Поэтому проявляйте максимальную активность. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на тележечку. Ссылочка на которую есть в описании. Весь лайв-контент и вся информация по стримам выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok